Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас в Центре славянских культур. В рамках цикла «Святые славянских стран» между Востоком и Западом мы сегодня поговорим о величайшем святом Болгарии, об преподобном Иоанне Рыльском. И в гостях у нас доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славянаведения, профессор, болгарист, лауреат многих болгарских премий и отечественных премий Игорь Иванович Калиганов, большой специалист и знаток болгарской культуры. Добрый вечер, Игорь Иванович. Добрый вечер. Вы позволяете мне начать? Да. Уважаемая аудитория, я очень рад своей теме, потому что Иван Рельский действительно, эта тема очень благодатная. И я надеюсь, что, в общем-то, аудитория не останется разочарованной. Не потому что я веду эту передачу, я участвую в ней, а потому что действительно это крупнейшая личность. Это, можно сказать, самый настоящий стержень болгарской духовной жизни, болгарской духовной идентичности. Это один из старейших славянских святых. его можно сравнить, если говорить о православном мире, его можно сравнить, конечно, прежде всего, с Саввой сербским и Сергием Радонежским. Но есть определенная разница. Все-таки Иоанн Рельский – это древнейший святой, потому что Савва сербский – это XIII век. Прекрасный – это колосс, в общем-то, это действительно святой, который вошел в сербское национальное сознание. Сергий Радонежский – это XIV век. Тоже является покровителем земли русской. Тоже вошел в русское сознание. Но ведь Иоанн Рельский, он родился в IX веке. Он родился в 876 году, а умер в 946 году. Русь тогда еще не была крещена. И то есть огромный исторический отрезок Болгарии связан с именем Иоанна Рельского. Создано огромное количество произведений в его честь. Их больше десятка. Огромное количество гимнографических сочинений. Это 17 канонов, это 380 тропарей и кондаков в его честь созданы. Создано огромное количество изображений его. В целом, если говорить о Иоанне Рельском, то здесь действительно принцип креста присутствует. Культ Иоанна Рельского, он распространился и на Славянском юге, и на Афоне, и в Сербии, и в Болгарии, и в Молдавии, и на Украине, и на Руси. То есть масштабы его культа, они, конечно, потрясающие. Здесь даже трудно иногда бывает сравнить других святых. Ну, например, Сергия Радонежского. У Сергия Радонежского нет, конечно, распространения такого культа в славянском мире. И даже у Савы Сербского, хотя это колосс, конечно, но здесь нужно обязательно сделать скидку на историческое время. Опять-таки, смотрите, Иоанн Рельский – это X век, Сава Сербский – это XIII, Сергий Радонежский – это XIV. А время историческое, оно, конечно, тянулось совсем другим образом, не так, как у нас. Средневековье всё-таки – это медленное течение исторического времени, совсем не такое, как у нас. Оно становится всё более стремительным. Поэтому здесь, конечно, было бы некорректно говорить, что Иоанн Рельский – он выше, чем Сава Сербский, или чем Сиергер Радонежский. Нет, дело здесь абсолютно в другом. Когда, в какие эпохи, почему развивалось, какие были сопутствующие обстоятельства для распространения культа. И тогда всё становится на свои места. Так вот, я хотел бы поговорить всё-таки о жизни Сава Сербского, как это было, рассказать о нём. Потому что, конечно, если мы возьмём справочники, если мы возьмём энциклопедии, очень солидные, некоторые великолепные, даже православную энциклопедию. Но вы понимаете, всё-таки это, можно сказать, такая аннотированная библиография. Там столько фактов, которые обрушиваются на голову читателя, что он не в состоянии их переварить. А ведь самое главное нужно постичь. А вот почему именно Иоанн Рельский стал такой фигурой, которая вошла в корневую систему? Даже это самый главный, самый древний корень болгарской идентичности. Почему это было? Но здесь есть очень много интересных вещей, потому что, если мы возьмём Сава Сербского, это, конечно, великолепный был деятель, как я уже говорил, это колосс, это великолепный писатель, это первый сербский писатель, это первый сербский агеом, геммограф. Это действительно, ну и его деятельность можно сравнить, и справедливо сравнивали агеографы, с Моисеем, который дал Божий закон сербскому народу. Если мы возьмём Сергия Радоневская, тоже как много для русского духа он сделал, как много он ходил, как много он уговаривал русских князей для того, чтобы князья объединились, для того, чтобы была сброшена ига, которая тяготела над Русью. Но он, опять-таки, он несколько из иной среды. А вот и Андрильский, он из среды крестьянской. Потому что, как говорит одно из житий, что у него ничего не было, кроме брата и вола. Родители у него умерли ранее. Он работал пастушонком. Как говорят источники письменные о нём. То есть он свой, он крестьянин, он народный, он сверхнародный даже. И именно поэтому он столь близок был болгарскому народу и действительно стал его защитником. Вот если проследить его судьбу, проследить судьбу письменных произведений, которые были написаны о нём, а в Болгарии произведения о нём создавались, начиная с X века и по XIX век включительно, то получается, что Иоанн Рильский, хотя он жил в такую далёкую эпоху, он принимал самое активное участие в жизни болгарш. Ну вот, например, некоторые фольклорные легенды. Это легенда, которая была создана в Западной Болгарии. Это Дубница, там говорится о том, что, например, он сталкивался с турками. С турками – это совсем другая эпоха. Что якобы они, потрясённые его авторитетом, духовным, они начали его преследовать. Он от них сбежал, пытался скрыться, начал карабкаться на отвесную скалу. Скала была очень крутая, и турки просто перестали преследовать, и не стояли, и думали, что... Ну, конечно, он свалится оттуда, и, конечно, он убьётся. Что его преследовать? А Энн Рильский не только скарабкался на эту скалу, но он ещё свой посох воткнул, который превратился в крест, и крест озарило сиянием. И вот турки поняли, что да, это действительно человек от Бога, да, это святой. И они перестали его преследовать. То есть вот такой исторический перенос переходит. Вы понимаете, Энн Рильский, он как бы был, но всегда с болгарами. Это продолжалось на протяжении, вот если мы вспомним всё-таки X век, то есть на протяжении более десяти веков это продолжалось и продолжается. Вот так если подсчитать, 946 год – это дата его смерти задолго до крещения Руси. Руси ещё не крещена, Сербия ещё не крещена, вот, а Энн Рильский уже существует, существует в духе болгарского народа. Само его движение, он стал подвижником, оно тоже, в общем-то, сопряжено с очень интересными обстоятельствами, потому что, смотрите, Болгария первой из славянских стран на славянском юге была крещена. Это 865 год и 876 год. То есть не так много лет прошло, всего 13 лет. Ещё было много язычества, а вот подвижничество Иоанна Рильского, оно как раз-то говорит о том, что в болгарской среде, в среде болгарского народа началось движение к Богу, началось движение к духу. То есть начала одухотворяться жизнь болгарина, начали действительно откладываться в сторону, он положил этому начало, по-настоящему начала откладываться в сторону языческие обряды, потому что это очень долгий процесс. Например, ну, конечно, вот существует такое ошибочное мнение, что, например, Русь была крещена, и народ богоносец, он сразу к Богу, так сказать, всё это произошло очень быстро. На самом-то деле всё было по-другому, потому что даже в XIII веке в Центральной Руси было очень много язычества. Если говорить о русском севере, там было ещё больше, то есть этот процесс продолжался столетиями. Потом не сразу, в общем-то, христианство было у Крины, но существовало как бы двуверие очень долго, даже в более поздние века. Так вот Иоанн Рильский, он интересен тем, что он несёт новую духовность. И новую духовность, кажется, в общем-то, он несёт, хотя он отшильник. Я приступаю уже к описанию его жизни, которое очень хорошо иллюстрируется огромным количеством произведений, которые были созданы в его честь. Конечно, в первую очередь, в первую очередь, это так называемое народное житие Иоанна Рильского. Оно было создано в XII веке. Вот, дошло, по крайней мере, в таком списке, но считают, что было ещё более древнее житие, потому что в конце своей жизни Иоанн Рильский основал монастырь. Там появились братья, о нём ходили уже предания, и вот на основе этих преданий было древнее житие, но оно не сохранилось. Сохранилось только вот в списке XII века, и оно называется народным житием. Так вот, я вам хотел бы и рассказать, потому что это житие – один из главных источников, как проходила жизнь Иоанна Рильского. Начало я вам уже подсказал, что Иоанн Рильский был из тела Скрина, из простой семьи, подчёркиваю, из простой семьи, что у неё не было ничего, никакого особого имущества. У неё был только брат и вол. Он был очень набожный человек с детства, и однажды он просто взял то, что ему досталось от родителей, непхитрый, он просто его продал, взял вола и тронулся вместе с ним в отшельничество. Он решил покинуть этот мир. Ну, ясно, почему этот мир он покинул, потому что ещё было очень сильное язычество. И, конечно, Иоанна Рильского, в общем-то, многие не принимали. Он пока не Рильский ещё, он просто Иоанн, светское имя мы его не знаем. И люди преследовали его, он поэтому решил покинуть мир, для того, чтобы он настолько проникся, он уже священным писанием, что он решил, ну вот, уйти от мира и заботиться о своём духе. Но люди постоянно Иоанна Рильского преследуют. Они не дают ему уединяться. Люди пустились в догонку. Люди даже, в общем-то, изъяли у него его вола. Ну, он оставил только себе на память колокольчик, как память о мире, о мире, от которого он уходит. И удалился. Он ведёт отшельничество, отшельничество очень трудное. И он постоянно путешествует, как бы перемещается из одного места в другое, потому что, ну, везде он всё-таки сталкивается с людьми. А люди преследуют его. Они, он действительно непонятен, он действительно подозрителен. Они не могут видеть в нём христианского подвижника. Они считают, что он чародей, потому что действительно он являет чудеса. А раз являет чудеса, значит, явно этот чародей. А раз чародей, то он может не только хорошие вещи делать, а он может, например, испортить посевы, или у коров, например, исчезнет молоко. Поэтому они стараются его как можно дальше отогнать, чтобы он где-то был не поблизости. И Ану Ирильскому всё время приходилось перемещаться, и действительно он был во многих местах Болгарии. Но в основном, конечно, это Юго-Западная Болгария. Юго-Западная Болгария. Это вот Трильский район, само село Скрин, в котором он родился. Это Софийский район, Софийская Аколия. И те места, где он подвязался, они тоже связаны, в общем-то, конечно, прежде всего с юго-западной частью Болгарии. Какие это места? Ну, это места Гороруин. Возле которой вначале он подвязался. Но существует также легенда, что о том, она не подтверждена, что прежде чем вот покинуть мир, что он был в монастыре, что он изучил там священное писание, хорошо, что он овладел греческим языком. Но это, вот на мой взгляд, всё-таки это не очень соответствует действительности. Большинство фактов, оно, скорее всего, взято из завета Иоанна Рильского, который является более поздним произведением. Скорее всего, Иоанн Рильский, конечно, был на мой взгляд. Так я считаю, по крайней мере, не только я, что он был своего рода самоучкой, хотя очень способным, без сомнения, великолепным, одарённым человеком. Иначе бы он не стал таким, каким он стал. Иначе не было бы его такого культа. Так вот, он постоянно передвигается и постоянно, конечно, соблюдает нормы монашеской жизни. То есть это, конечно, пощадие абсолютное, это, конечно, трудности, это холод, это голод, это стужа, от которой нужно укрываться где-то, особенно в зимнее время, потому что он очень много перемещается вот по Западной Болгарии, Юго-Западной Болгарии. И в конце концов он оказывается в Риле. Рильская пустынь, абсолютно незаселённая. То есть это густые леса, это горы, а горы, в горах, конечно, очень холодно, там зимние стужи, и, конечно, ему нужно где-то укрываться. И вот одно из его убежищ это пещера Иоанна Рильского. Вот мы посмотрим на неё, эта пещера сохранилась, она является местом поклонения туристов многих. Все стараются через эту пещеру тоже пройти, пещера сквозная, и, конечно, вот существует даже такая легенда, что если человек слишком грешен, он не сможет просто пройти через эту пещеру, он обязательно застрянет и уже никак не выйдет из неё. Поэтому все стараются, конечно, вот проверить, насколько же мы грешны. В этой пещере, вот согласно письменным источникам о нём, он пребывал целых три года и шесть месяцев, не выходя оттуда, но чем он питался? Питался он двумя в основном вещами. Это нут, то есть это вот леблебье, как говорят болгары, это вид бобовых, притом нут был посланный ему с неба, потому что он часто слышал ангельские голоса, он часто слышал, получал Божие распоряжения через явление ангела. И это, конечно, ошибка тоже. Шибка – это шиповник. Вот плоды шиповника тоже служили ему пищей, ну и, конечно, студённая вода тоже у него была. Были рядом источники, в воде у него не было особой нужды, только когда он перемещался, тогда он мог испытывать жажду, потому что в Болгарии очень интересный климат, зимой там иногда ужасная погода стоит, промозглая, но мы как-то воспринимаем Болгарию как рай земной, потому что бываем в основном летом, а на самом деле там осенью, допустим, да вот поздней осенью и зимой там невероятно неуютно, потому что дуют ветра промозглые, ветра сырость существует. Вот, и тогда, конечно, тогда, конечно, тогда, конечно, Иоанну Рильскому приходилось туговато. Эта пища, которую он получал, конечно, она служила, поскольку она была послана, в общем-то, ему богом, она очень часто превращалась, ну, служила источником чуда, потому что много существует эпизодов о том, как Иоанн Рильский при помощи этой пищи смог накормить много людей, чего они абсолютно не ожидали. Он ведет абсолютно уединенный образ жизни. Вначале он в пещере, я говорил, что в пещере он провел три года и шесть месяцев, а потом он переместился еще на отвесную скалу, огромную скалу, вот, высотой она была в сорок саженей, то есть это восемьдесят метров, и он стоял там, на этой скале, молился, денно и ночно, то есть под правильным дождем и зимой, и летом, а зимой, я вам говорил, что уже такое, тем более дует ветра, пронизывающая там. Ну, а как он питался? Опять-таки, вот эта ошибка, которую ему приносил ангел Господин, но вот эта ошибка, да, провел он на этой горе семь лет, четыре месяца, то есть он был столбником, его можно назвать столбником, и, конечно же, он как столбник тоже подвергался искушениям. Письменные источники говорят о том, и их много, в том числе и народное житие, те памятники, которые были созданы позднее, а географические, он подвергался искушениям, потому что являлись дьяволы, то в образ разбойников, они пытались просто его отстранить от этой жизни, прекратить ее от этой жизни. Им, конечно, в общем-то, бесам было неугодно, что он ведет такую жизнь, и он настолько близок к Богу, а они сами не могут. Вы же знаете, что дьявол, конечно, это один из ангелов мятежных, который был низвергнут, и, конечно, зависть абсолютная к Ану Рильскому, к такому чистому подвижнику, который думает только о Боге. И они, конечно, пытаются с этой скалы его совлечь. Они постоянно его сталкивали, он падал, но, тем не менее, он оставался жив, и он снова взбирался на эту скалу, притом шел он даже не по тропинке, а он каракал именно там, где он падал. И чудо совершалось, потому что на скале остались следы Ана Рильского, и там были непросыхающие пятна крови, потому что он действительно, ну, когда он падал, он, конечно, получал раны. Вот они, ну, вот, судя по легендам, эти пятна крови они оставались. Ну, и я перехожу уже к тем чудесам, которые у него были. Конечно же, конечно же, это кормление людей при помощи чрезмерно малого количества пищи. Ну, помним мы все библейские истории, библейские легенды, когда действительно можно было накормить там пятью хлебами пять тысяч человек, но и то же самое, в общем-то, делал и Анарильский благодаря своей молитвой, потому что молитва его доходила от Бога. Один раз к нему пришли, случайно натолкнулись на Иоанна бустоножителя, на Иоанна духовными. Он прозрел, что они голодны, что они не просто, так сказать, вот пришли пообщаться к нему, а что они давно бродят, и они голодны. И он предложил им нут. И доли действительно, особенно среди них, там, среди этой группы охотников, был человек, который думает, ну, как же можно вообще таким количеством накормить так много людей. Вот, а особенно ему было, в общем-то, не по себе, потому что он был очень прожорливый. Вот, и ему казалось, ну, как же так, мы наверняка останемся голодны, но тем не менее они ели-еле, все остались сыты, да еще осталось, и он решил этот нут припрятать. Он его припрятал, он был очень радостный, довольный, но когда они ушли, это Анна Рильского, он благословил их, он сунул руку в свою торбу, и оказалось, что нут, он не является таким, как он был у Иоанна Рильского, стручки этого нута, они оказались сухими, и в них ничего не было, зерен в них не было. Вот, такое вот было с Иоанном Рильским. Как я уже сказал, очень много было произведений, написанных о географических, об Иоанне Рильским, и я перечислю главные из них. Первое, я уже сказал, это было народное житие, Иоанне Рильское составлено в 9 веке, в 12 веке. Второе, по древности, это житие Скилицы. Георгий Скилица, он был византийским наместником в городе Софии, человеком очень образованным, очень хорошим, а географом, руководил этим городом, и получилось так, что мощи Иоанна Рильского, когда он умер, уже после его смерти, они были перенесены в город Средевс, так тогда называлось, так тогда назывался город Софии, они были перенесены в город Средевс. История здесь такова, почему было произведено это перенесение. Ну, кажется, разве могут монахи, которые оказались, которые жили в Рильском монастыре, расстаться с такой святыней. Всё объясняется историческими обстоятельствами. Начинается война с Византией, получается так, что Восточная Болгария занята византийцами, город, болгарская столица Прислав, это была вторая столица, первой столицей была Приска, она была занята византийцами, и патриарх, а болгары, кстати, поставили первый из славян, они поставили своего патриарха, патриарх был вынужден бежать в более спокойное место, он оказался в Средце, и, очевидно, вот с целью того, чтобы создать новый духовный центр, решено было перенести мощь Иоанна Рильского в город Средец. Они находились там, конечно, Георгий Скилиц, он узнал об этом, он узнал легенды, которые существовали, но дело не в этом, легенды, может быть, даже его так не интересовали, дело в том, что у него очень болели ноги, он обратился с молитвой по совету болгарских верующих, верующих болгар, совершил молитву Иоанну Рильскому, и ноги у него выздоровели, он сообщил об этом византийскому императору, император приехал, и тоже, у него тоже та же самая история была, но, кстати, вот болезнь ног, она очень тоже характерна и для Болгарии тоже, опять-таки, из-за ветров, из-за Балкан, и император тоже византийский излечился, и он даже отдал распоряжение Георгий Скилице, чтобы было составлено житие, составлено было житие, оно было вначале на греческом языке, составлено оно было в период между 1066 и 1883 годом. Но получилось так, что мощи Иоанн и Рильского недолго находились в Стреце, потому что, относительно недолго, потому что Балканы – это место постоянных войн, войн между соседями, жуткими схватками, и одна из войн, она была с Венгрией. И венгерский король Белла III, прослышав о том, что это величайшая святына для болгар, он решил, что она стоит очень много денег, что она может служить прекрасным козырем, потом в дипломатических переговорах он эти мощи увез в Венгрию, и это случилось в 1183 году. Мощи оказались в венгерском городе, как пишется в житии, в городе Остригом. Но это не в житии Скилец, и потому что Скилец раньше написал свое произведение до 1183 года. В городе Остригом, то есть венгерский Эстригом или Гран, но это святыня величайшего для болгарского народа и не только, а для всего православного юга. Она была там недолго, она пробыла там всего 4 года. Почему так случилось? Но по этому поводу существует так называемая венгерская легенда, или, как говорят болгару, унгарская легенда. Дело в том, что местный епископ, он отказался верить в чудодейственность мощей Иоанна Рильского и сказал, ну что же это за святой? Вообще о нем нигде, нет никаких 200 в древнем, в древних книгах о нем не писано, и тут же онемел. И тут же онемел, и он сразу же прозрел. Он понял, что поскольку он фактически оскорбил Иоанна Рильского, он бегом помчался к месту покоения мощей Иоанна Рильского, к раке, слезно просил его на коленях о прощении, и Иоанн Рильский очень быстро откликнулся на его просьбу. Он снова заговорил, и тогда он понял, в общем-то, что да, действительно, это великолепный святой, который может творить чудеса, что мощи его по-настоящему чудодействованы, и начался культ, но настолько были, в общем-то, испуганы венгры тем, что, ну, раз Иоанн Рильский может действительно излечить, он может и наказать. Он может наказать за то, что его мощи были перенесены, и поэтому уже в 87-м году, в 1187-м году мощи были возвращены, они снова возвратились в средец. Но вы знаете, когда я вот говорю мощи, здесь как-то это слово не подходит. Я видел, но мне действительно много приходилось видеть мощей. Я был и на Афоне, я, конечно, был в Киево-Печерской Лавре, видел мощи многих прославленных святых, в том числе Ильи Уромца, например. Вы понимаете, мощи, ну, как правило, ну, когда мы представляем себе мощи, всё-таки это какие-то вот чёрные, почти, как бы, можно сказать, почти обугленные останки человеческие, высохшие. А здесь вот совсем другое. Вот, вы знаете, я довелось мне работать в Рильском монастыре, я занимался там русскими стропечатными книгами, которые проникли на славянский юг. Книги поздней московской печати 17-го века, это было очень интересно, но я не буду рассказывать о том, что там удалось найти, обнаружить. У меня по этому поводу была статья. А самое главное, я познакомился там с болгарским русофилом, архимандритом, епископом, потом Нестором, который учился здесь, в нашей духовной академии, он был русофилом, и он разрешил мне взглянуть на мощи Иоанна Рильского. Почему они оказались, в общем-то, как бы недоступны, мощи вообще открывались? Они находились в Рильском монастыре, они находились в Честовенке, и обычно на праздник Иоанна Рильского, он несколько раз бывает в году, это успение Иоанна Рильского, это перемещение его мощей и средства, успение 18 августа празднуется этот праздник успения Иоанна Рильского, это 19 октября, и третий праздник еще есть, о котором я чуть позднее скажу, вот, именно на эти праздники мощи открываются для верующих, и можно их, ну, облабзать, можно прикоснуться к ним, можно молиться в виде их, но случилась такая не очень хорошая история, связанная с городом Габрово, ну, город Габрово, может быть, если кто-то знает, это город, в котором живут страшные хитрецы, страшно жадные люди, которые там отрубают кошкам, хвосты, потому что они выветривают комнаты, выходят, просквозит дом, или же они снимают штаны перед тем, как сесть, потому что, ну, для того, чтобы они не истирались, то есть это образец хитрости, скупости, и вот одна из Габровчанок, вот, когда она была на поклонении в Рильском монастыре и прикасалась, целовала мощь Иоанна Рильского, она откусила кусочек, вообще, вот, произошло такое каверзное, просто абсолютно об этом обычно помалкивают, как-то не говорят, конечно, разразился потом страшный скандал, это частичку небольшой мощи, она была возвращена, но после этого мощи были перенесены в алтарь, они за алтарь, за алтарной преградой были там, находятся, и их очень редко выносят, вот, на праздники, обязательно там наблюдающий стоит, уже не так, на всякий случай, чтобы такого не произошло, но речь не о том, я немножко отвлекся, что меня поразило, я говорил о том, что действительно бывают черные, как бы высохшие мощи, ну, как бы мумия, а здесь что меня поразило, что это было хорошо сохранившееся тело, бронзового цвета, лицо таково, что угадывается черты человеческие, и, понимаете, это не тело, это то, что говорят телеси, вот, это меня, конечно, поразило до глубины души, вот, поэтому, когда я говорю мощи, ну, у нас вот такое представление, что это какие-то остатки, потому что была действительно традиция еще расчленять останки святых, и потом они по монастырям, а вот что касается Иоанна Рильского, то вот здесь, вот представьте, такое хорошо сохранившееся тело, и это при всем при том, ну, вот подумайте, мавзолей, как у нас было с мавзолеем, то есть, вот, доступ был 11 часов в неделю, 11 часов в неделю, подумайте, и остальное время работал, был создан целый институт для того, чтобы сохранилось, сохранились останки вождя мирового пролетариата, тело погружали в формалин, делали специальные уколы, вы понимаете, а здесь, вот представьте себе, никакого саркофага, никакого охлаждения там не было, то есть, вот тело само по себе на протяжении более тысячи лет, оно вот так прекрасно сохранилось, я, ну, многие люди говорят, что это действительно, это горный воздух, потому что Рильский монастырь, он находится в высоком горах, это чистейший воздух был, по крайней мере, вы знаете, потому что, ну вот, в одни из последних лет там иногда были, снега оказывались красными из-за вредных, так сказать, вот, выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, от того, что Иоанн Рильский действительно питался только растительной пищей, студеной, клещевой водой он питался, может быть, поэтому так тело его хорошо сохранилось, то есть, вот материалистическое объяснение такому сохранению тела, телеси, Иоанна Рильского обычно предлагалось, но, может быть, здесь есть совсем другое, может быть, это просто Божья благодать и то самое чудо, в которое мы, особенно современные люди, отказываются верить, вот, может быть, это и есть, просто мы не можем осознать, оно как-то недоступно для нашего сознания, хотя чудеса в нашей жизни случаются, вот, именно об этом я подумал, когда я увидел, вот, тело Иоанна Рильского, не останки, не мощи, там, черные, черные как уголь, а обугленные, но вот эти останки, они были, венгры были, возвратить из Астергома, и, конечно, для того, чтобы загладить свою вину, была сделана великолепная рака, которую украсили золотом, серебром, и торжественно возвратили в Средец, нынешнюю Софию, но там мощи Иоанна Рильского долго не находились, потому что тоже это историческое событие. Болгария находилась под византийским выгом, находилась она довольно долго, она попала в в 1018 году, но вот божьим промыслом Болгария все-таки сумела освободиться, потому что в 1186 году тырновские братья Петер и Асен, называя его Петром, а не Петром, как обычно по-русски, по-болгарски это Петер, тырновские Боляре, а не Бояре тоже Боляре, есть и такая форма тоже древнеславянская, они сумели поднять восстание и освободиться от византийского владычества. Это была в общем-то благоприятная очень ситуация, потому что Византия была ослаблена, были крестовые походы, Византия была ослаблена, потом захватили даже крестоносцы Константинополь в 1204 году, вот эту ситуацию благоприятно и воспользовались Болгария, и они сумели освободить часть Болгарии. То есть и они были тырновские, и вот следующей столицей болгарской, первая была Плиска, очень давно, начиная еще с VII века, потом в IX веке это была столица Преслав, и вот третья столица Тырнова, которая сейчас называют Великотырнова, потому что потом появилась позднее Малко Тырнова, для того, чтобы не путать, вот Великотырнова теперь называют, но раньше, конечно, в XII веке он назывался просто Тырнова, ну и, конечно же, в новую столицу, поскольку была восстановлена болгарская государственность, была чуть позднее восстановлена независимость болгарской церкви, и, конечно, в новую столицу необходимо было ввести священные реликвии. И сводятся не только мощи многих византийских святых или связанных с Болгарией святых, а, конечно, нужно было, конечно, нужно было перевести мощи Иоанна Рильского, и вот уже в 1195 году, то есть, смотрите, в 87-м были возвращены из Венгрии, эти мощи торжественно переносятся в город, в город Тырнов, в третью болгарскую столицу. Ну, можно здесь перенесение? Нет, здесь перенесение вот, или нет, это положение, это не то, не то немножко? Нет, нет, не то. Ну, конечно, это была очень торжественная церемония со встречей Иоанна Рильского в Тырново, потому что заранее царь Иоанн Осень, Иван Осень, в крещении был Иван, так что для него мощи Иоанна Рильского имели особое значение. Он же Иван тоже, как и Иоанн Рильский подвижник, это дополнительный был доводом, то есть, он, конечно, должен был стать небесным патроном тоже, Иоанн, Иоанн, Осенье. И вот с величайшим торжеством эти мощи, они были доставлены в Тырново, и, конечно, было послано предварительно письмо для того, чтобы весь клир Тырновский вышел, для того, чтобы епископ вышел, который должен был встречать, тоже епископ Василий. Конечно, необходимо было эти мощи нести с песнопениями, но не сразу Иоанн Рильский, оказался в Тырново, потому что срочно начали строить на самом главном холме Тырново, он называется Трапезица, начали строить церковь в честь Иоанна Рильского и даже монастырь. И строительство еще не было закончено, поэтому приходе пришлось немножко остановиться в одном месте, постоянно вершить службы, постоянно пелись песнопения, то есть прошло семь дней, и только после этого тело Иоанна Рильского оно было внесено в Тырново, и оно было упокоено в церкви Иоанна Рильского, которое, к сожалению, не сохранилось. Она не сохранилась, потому что потом турецкое нашествие, и просто один фундамент, остатки фундамента, к сожалению, сохранились от этой, уцелели от этой церкви и монастыря. И вот очень долго, это все я вам по письменным источникам говорю, очень долго тело Иоанна Рильского, оно находилось в Тырново, очень долго, пока не пришли турки, но это не сразу, так сказать, мощи, после этого тоже обрели новое место, турки завоевали Тырнова в 1393 году с большим трудом после трехмесячной осады, потому что Тырнова расположена на высочайших скалах, те, кто был там, там невероятно, это пропасти просто, пропасти, очень трудно действительно было взять этот город, но благодаря измене удалось перекрыть воду в этот город, удалось проникнуть в этот город, и турки тогда устроили свои бесчинства в городе неверных, в городе покоренных христиан, и, конечно, церкви были разрушены, был разрушен вот этот монастырь Иоанна Рильского, и церковь Иоанна Рильского мощи перенесли, они находились там, но они находились в небрежении, потому что церковь и вообще творилась страшная, потому что турки, они обезглавили болгарскую церковь, они выслали тогдашнего патриарха, замечательного писателя, замечательного географа, крупнейшая духовная фигура 14 века на Балканах Ефемия Тырновского, а они изгнали его из Тырнова, вначале он был отстранен, лишен, низложен, а потом его сослали, ну, как считают, там подальше, ну, считаю, в Бачковский монастырь, считают, что именно там он нашел наконец покой, ну, и, соответственно, церковь, она тоже была в состоянии полной разрухи, потому что церковь была едино начали, вы понимаете, были, конечно, щедрые пожертвования не только со стороны болгарских царей, болгарский царь Иван Шишман, он погиб, последний болгарский царь, и церковь была обезглавлена, и, кроме того, была срезана верхушка, элитная верхушка болгар, они были основными донаторами, то есть основные приглашения, подношения церкви были от них, так вот, турки их уничтожили, они просто обманом собрали в цех в одной из церквей Тернова, якобы на совет, и когда туда явились, вся аристократическая верхушка явилась туда, турки вооруженные ворвались в церковь и заявили либо ислам, либо етаган. Большинство, конечно, они предпочли все-таки смерть, принять смерть во Христе, но часть, конечно, перешла на сторону турок, но они уже не могли, конечно, вот такие щедрые пожертвования делать, потому что это было мусульманину не кстати было заниматься подношениями христианской церкви и укреплять ее, укреплять неверную церковь. Поэтому, конечно, в небрежении просто и мощи Иоанна Рильского находились и, конечно, сама церковь была в состоянии полного хаоса, вот такое абсолютное, как говорят болгары, безредие, то есть хаос такой наступил, величайшее смятение в умах, и это привело к тому, что вот духовной жизнью Болгарии было очень трудно вот после того страшного смерча, который пронес османского смерча по Болгарии, но можно сказать, что вот болгарская литература, она почти в течение полувека хранила молчание, потому что нет памятников, от того периода нет практически памятников. И тут еще одно, еще один страшный удар, то есть турки завоевывают Константинополь, это уже 1453 год, вот, если как-то еще, но могли покровительствовать, как-то выступать могли византийские иерархи на части Болгарии, которая еще была не завоевана турками, то здесь действительно вот получилось так, что казалось уже все покончено вообще с христианской культурой, но турки оказались более прозорливыми, султан оказался более прозорливым, Мехмед II, это был действительно один из умнейших людей, действительно была предоставлена вот своеобразная автономия церкви, то есть Константинопольская патриархия была сохранена, и она должна была распространить свою власть на христианскую паству на территории Болгарии, но в основном это была Восточная Болгария, Центральная Болгария, но не западная, западная здесь немножко другая история, и мы тоже об этом с вами поговорим. Вот из состояния комы болгарской литературы во многом духовную культуру мы почему-то очень мало говорим о братстве христианских народов, но если мы действительно будем анализировать отношения Болгарии и Сербии, то действительно эти отношения, особенно если мы возьмем наше время, современность, если мы возьмем 20-й век, то действительно эти отношения никуда не годятся. Если вы побываете в Белграде, вы очень редко увидите там Болгар, а если вы уйдете в Софии, то очень редко увидите там сербов, и поезд, который существует ночной, прекрасный, удобный, из Белграда в Софию, я, кстати, ехал на нем, и я был один пассажир в этом поезде, и всего было два вагона, потому что, вы знаете, существует взаимная неприязнь, она более поздними событиями, я не буду их сейчас касаться, а что касается Средневековья, здесь было совсем другое, и вот существует такой блестящий просто эпизод даже о период из истории болгаро-сербских отношений, когда сербы, они способствовали выведению болгарской литературы и духовной жизни из комы. Если центральная часть действительно была подавлена турками, то вот в запад он как-то еще более или менее мог существовать, потому что долго сохранялась Охридская архиепископия, а потом в 16 веке, в 1577 возникла Печеская патриархия. Все это возникло благодаря тому, что были свои, ну, так бы мы назвали их сегодня, по-современному агенту влияния, это очень неприятное слово, здесь была совсем другая история. Здесь огромную роль восстановления, возобновления Ирильского монастыря, который тоже лежал в развалинах, сыграла Мара Бранкович. Мара Бранкович была дочерью сербского деспота Георгия Бранковича, который, ну, у него была такая сложная жизненная судьба и политическая, он то был союзником турок, то он выступал против них, то он подвергался репрессиям со стороны их. У него было шесть детей, и одним из ребенков была дочь Мара, которая была отдана в жены султану Мураду Второму. Она была отдана в гарем. Но довольно быстро она обдавила, но женщина она была блистательная, ее просто не отодвинули куда-то в сторону, потому что все поражались ее мудростью. Она была не только красивой, вот, к сожалению, у нас не получилось там с картинкой для того, чтобы показать древнейшее прижизненное изображение Мары Бранкович, вот, она была прекрасным дипломатом. Даже использовали ее турецкие султаны и ее новый султан, вот, да, пасынок. Он очень, он очень ее уважал, и более того, он привлекал ее даже к дипломатическим переговорам. Например, она участвовала в переговорах с венецианцами не однократно. Вот, именно Мара Бранкович, обладавшая колоссальным влиянием на Мехмеда Второго, способствовала тому, что был восстановлен Рильский монастырь. Конечно, начало само пытались положить болгары. Трое братьев Иосаф, Давид и Феофан, сыновья Круптиковского епископа Якова. Они были знатью, но получилось так, что постепенно они вступили на монашескую стезю, одна за одной умирали их жены, и они решили принять монашеский чин, и вот именно они сыграли колоссальную роль в начале восстановления Рильского монастыря. Проходило это бухвально, они собирали деньги по крупицам, но люди радостные тому, что возобновляется христианская жизнь в этой части Болгарии, они начали, даже самые бедные приносили то, что у них у них было. Конечно, были более высокие по социальному положению донаторы, например, там один из вельмож Георгий, он тоже очень много пожертвовал на восстановление Рильского монастыря, и потихоньку Рильский монастырь начал подниматься из руин. И, конечно, конечно же, так как прошло много времени, люди даже не знали, а где же находятся мощи, которые были, но были вроде бы слухи, что да, да, они существовали, но где они? об этом даже не знали, в общем-то, трое братьев эти, и постепенно, постепенно начали доходить до них слухи. Трижды, это почти как в сказке бывает, да, вот такой троичный прием бывает, трижды доходили до них слухи, они не верили оно, а потом все-таки решили они послать делегацию для того, чтобы вернуть тело, телеси, Иоанна Рильского вернуть в основанный монастырь. И вот здесь, конечно, огромную роль сыграла Мара Бранкович. Она выступила главным покровителем, она выступила главным ходатаем, потому что, конечно, тернопчане не отдали бы просто эти вот такую драгоценность, они бы ее просто не отдали. С одной стороны, вроде бы, нельзя им отдать должное, потому что турки, конечно, разграбили все, разграбили там, венгерскую раку, которая была, конечно, все это было, все это исчезло, все это было в небрежении абсолютно, но расстаться с ней они тоже бы не хотели, потому что Иоанн Рильский покровитель Тырного, покровитель столицы. И здесь могло, конечно, сыграть решающее слово воля турецкого султана, потому что султанская власть уже над Болгарией, и вот сумели обратиться братья к Маре Бранковичу, а она как раз ее резиденция, она не была при дворе, она, ей выделяли, кстати, она вот осталась, удивительно то, что будучи в Гаремии, она осталась христианкой, ей принадлежали очень большие области, но в Греции, например, есть прекрасная область, которая называется Карамария. Карамария, это, значит, хорошая Мария, эта область от Салунек и до полуострова Кассандра, вот если северную Грецию брать, там три вот таких полуострова, они спускаются как косы вниз, один из полуостров, на нем Афон расположен, может быть, вы видели карту Греции, вот это была, так сказать, область, но потом, потом, когда ее муж умер, тоже она боялась, что, может быть, как-то переиграется, другая область у нее возникла тоже, и эта область, она уже была в северной Македонии, выше уже, почти на территории современной Македонии, вот, это местечко было Эжево, или Ежево, как говорят, вот там находился ее центр, это действительно был крупнонаселенный пункт, вот, опять-таки, там не было турок, потому что вот было, она сама была христианкой, тоже было такое вот веление султана, фирман султана, чтобы турки там и мусульмане не заселялись, то есть это было чисто, были чисто христианские области, и вот Мара Бранкович, к которой они обратились, конечно, это был немгновенный, так сказать, процесс, это долго шла переписка, они должны были послать посланца, договориться, Мара должна была послать посланца, соответственно, Мехмеду, но самое главное, был издан фирман о том, что да, султан одобряет возвращение мощей Ивана Рильского из Тырного в Рильский монастырь, и это был потрясающий козырь, который тырновцы спрятали, они его припрятали, не сразу все, так сказать, быстро получилось, вот, а они прибыли вначале как бы на разведку, но зацелились они у того места, где вот хранились мощи Ивана Рильского, и только потом, когда тырновцы, в общем-то, узнали, что неспроста тут появились рильские монахи, явно дело пахнет здесь жареным, возникли страшные споры, возникло страшное смятение у жителей города, и, ну, потом все пришли к мировому соглашению, что пусть турецкий соль георишит, и вот, когда явились тырновцы вместе с рильцами, они явились к судье Кадии, рильцы вытащили свой козырь, султанский фирман, но все здесь абсолютно бессильны были уже тырновцы, вот, и поэтому таким образом мощи Иоанна Рильского, Телеси, оно было возвращено в Тырново. Это произошло в 1469 году, долго мощи, тоже существует повесть, которая была создана Владиславом Грамматиком, книжником, который трудился в Рильском монастыре, я не буду пересказывать подробно для того, чтобы не замевать много времени, но действительно это была долгая процессия с чудесами, тоже, которые происходили там, потому что, например, река, которой невозможно роситься, которой невозможно было перейти, бурные очень воды, но из ракеса, она рильского, рильского, значит, повалил дым, это было знаком того, что все будет нормально, они переходят, а когда, допустим, уже вот процессии, да, останавливались мощи анарильского, то же самое, рака с его мощами, София, она была в церкви Святого Георгия, там находилась в течение недели, и при том, интересно то, что эти рака с мощами, она находилась рядом с ракой сербского короля Камилутина, вот, там они, вот, стояли эти раки, испуская благоухание, то есть, приходили все софийцы, ну, средчане тогда еще, потому что тогда еще все-таки не София, а средцом называли этот город, это славянское название, то есть, посредине где-то стоит город, София, это название чисто византийское было, и тоже здесь происходили чудеса и пожертвования тоже, потому что одна из очень богатых дам, она, как пишется в повести Владислава Грамматика, что она подарила сто пенидзи, то есть, это было очень много динар, и была сорвана великолепная рака для Мачфея Анарильского, и муж тоже, конечно, у меня всякого сомнения, не остался в стороне, и он тоже пожертвовал деньги, и вот потом уже из Софии начали процессы, она потянулась на юг, и произошли еще одно чудо, помимо дыма, о котором я вам говорил, помимо чудес, которые были в церкви Святого Георгия, она, кстати, сохранилась в Болгарии, это одна из древнейших церквей на Балканах, и один из древнейших росписей там тоже есть, стенописи, если будете в Софии, обязательно посмотрите, это самый центр города, вот там действительно есть, ну, это прекрасно, это 10 век есть, потому что у нас древнейшие, это 11 все-таки, да, Данда Руси, 10-го не сохранилось, а там обязательно посмотрите, потому что это великолепнейший, это совсем другая тема, такая ротонда, какие-то из кирпича сделанные, которые стоят, слава Богу, несмотря на все, даже на софийские землетрясения, которые были, она сохранилась. Так вот, когда мощи начали уже, рак, вся эта процессия начала приближаться к Рильскому монастырю, то взяли на руки ее те, кто шли в торжественной процессии, и вдруг они почувствовали такой прилив сил, что они побежали, несмотря на то, что дорога шла в гору, они побежали, то есть как бы Иоанн Рильский увлекал их в предвкушении радостной встречи с Рильским монастырем, вот, и с такой скоростью, что те, кто пытались их догнать, пешие, не могли догнать, а когда пустились в догонку конные, то тоже не смогли догнать, то есть когда они достигли стен монастыря, они, в общем-то, ну, оказалось то, что Иоанн Рильский уже на месте, он в своей обители. Но я начал говорить о братстве, вы понимаете, дело-то в том, что здесь было не только дело в Фермании, а дело в том, что именно в Рильском монастыре возник крупнейший духовный центр того времени XV века. Я вам говорил, да, что вот в первой половине XV века там в Болгарии, практически болгарская литература, ну, неизвестно, не сохранились до нас в первой половине XV века какие-то литературные произведения, которые были бы созданы. А вот здесь возник великолепный духовный центр, откуда начали распространяться в дальнейшем волны в начале в Болгарию юго-западную, а потом всё дальше и дальше. То есть это было как бы забилось сердце. Зарабилось духовное сердце Болгарии и оно начало приходить в себя после того страшного погрома, который произошёл после турецкого нашествия. И вот этому именно состоянию выведения искомы, конечно, опять здесь были сербские книжники, они приложили руку. Об этом как-то забывается, просто называются имена, но не чувствуется, я об этом даже, в общем-то, говорил в одном из своих докладов в Бухаресте о том, что не чувствуется вот та среда, которая была создана в Рельском монастыре. Там появились два замечательных книжника, лучшие книжники того времени, которые работали на территории Болгарии. Это был Владислав Грамматик и это был Димитр Контакузин. И здесь чёткая связь такая прослеживается, что это были, конечно, элитарные книжники. Димитр Контакузин. Мы сразу подумаем, дело в том, что матерью Мары Бранкович была Ирина Контакузина. Что же касается, и здесь Контакузин появился, Димитр Контакузин, то есть это один род. Кроме того, Владислав Грамматик, он тоже привлекался, его привлекает Димитр Контакузин, привлекает к написанию сборником, а он был великолепным каллиграфом, великолепным книжником, прекрасным писателем, составитель сборников, которые, ну, вот, являются, ну, сокровищами славянской письменности, славянского юга, второй половины XVI века, потому что есть прекрасные сборники, Загребский сборник, первый, второй, то же самое в Рельском монастыре сборники есть, где он работал, ну, вот сборник 1459 года, и появился сборник 469 года, как только мощи перенесли, вот составил Владислав Грамматик, а про Берильское врачи, он составил эту повесть о перенесении мощей Иоанна Рельского и Стырного Грилу, и он вошел в так называемый Рельский панигирик, и не просто, понимаете, этот сборник, не просто, ну, ладно, там могли бы быть какие-то произведения, вот, чисто христианского толка, не имеющего отношения к Болгарии, не имеющей какой-то патриотической окраски, но дело в том, что вот в Болгарии многое погибло, погибло огромное количество рукописей, а в Сербии они пока остались, потому что Сербия больше она свою независимость блюла, ну, концом Сербии считается 1459 год, это падение последней столицы Смедерева, там больше монастырей оставались, которые не были разъявлены турками, и там оставалось гораздо большее количество болгарских произведений, которые были созданы в более раннее время, но в Болгарии не сохранились, вот представьте все, что там именно в сборнике Владислава Грамматика, там, например, пространное житие Константина Кирилла, там, это древнейший список, известный в Болгарии, то есть происходит и другие памятники появились там, тоже болгарские, которые на территории самой Болгарии были, не уцелели в результате вот того смерча, который прокатился по Болгарии, небрежение, разорение церквей, убийство священнослужителей, вот, и здесь происходит как бы восполнение то, что Болгария когда-то щедро дала, вот через Сербию возвращается уже в Болгарию и происходит вот, ну, понимаете, вот толчок, это все равно как такой электрический шок бывает, да, для того, чтобы, когда человек находится в стане комы, вот такие электрические пластинки и заработало вот это духовное сердце Болгарии и оттуда начали распространяться волны уже по всей стране и действительно на протяжении многих столетий после вот того, как возник этот духовный центр, вот шли эти волны в конце концов это привело к тому, что Болгария вот освободилась, была освобождена от турецкого ига, ну, конечно, освобождают обычно тех, кто хочет быть освобожденным, да, потому что это не просто, ведь тогда бы это было завоевание Болгарии, да, с нашей стороны, все мы знаем, что Болгария была освобождена в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов, вот, но это 20 месяцев, в общем-то, это не два года, но иногда ставят одно, иногда два, так сказать, ставится тоже, не так и так, в общем-то, где-то, если посмотреть, это все-таки меньше двух лет, вот, но действительно, ведь Болгары, они начали вспоминать о том, что они, что у них были свои цари, это возрождение, что у них были свои патриархи, что они первые поставили славянского царя, что первый патриарх появился у них еще в 10 веке, подумайте, потому что это действительно предметы гордости, потому что, если взять там, сербский патриарх, это 14 век, это вот при сербском царе Стефане Душане, так сказать, вот это 40-е годы 14 века у нас патриарх появился на Руси, все мы знаем, все вы, конечно, помните, когда это 16 век, вот возникновение, а у болгар, у болгар, смотрите, патриархи у них появляются, когда как рано своя болгарская церковь появляется, свой патриарх появляется, и первый славянский царь Симеон, он, кстати, был вот совмеменником Иоанна Рильского, потому что они жили в одну эпоху, но он, правда, действительно считается Симеоном Великим, это действительно великая такая фигура в истории Болгарии, но он не был канонизирован, многих царей, например, в Сербии их канонизировали, то есть вот почти сплошь, так сказать, деспоты болгарские, это не, сербские, это не имеет отношения, так сказать, к деспотизму никакое, это один из санов светских, так сказать, довольно высоких, вот, то есть сербские цари, конечно, да, сербские князья тоже, они были канонизированы, вот, а Симеон, кажется, великий и не был канонизирован, но здесь есть одно такое обстоятельство, дело в том, что он был монахом, а потом в силу исторических обстоятельств ему пришлось отказаться, то есть сложить с себя, в общем-то, рясу монашескую, головной убор монашеский, и он сделался царем, но это отдельная история, я бы слишком отвлекся, но именно поэтому уже как бы его нельзя было, в силу уже этих обстоятельств нельзя было сделать его святым, вот, но другие даже есть, вот, каждые царе личности, такие, как современник Анна Рильского, это знаменитый книжник, самый плодовитый книжник славянского юга, конца девятого, начала десятого века, это Климент Охридский, он написал колоссальное количество проповедей, они, кстати, распространились по всему православному миру, целые сборники, в общем-то, существуют проповедей Климента Охридского, которые хранятся в наших хранилищах, они переписывались, они служили делу приобщения людей к Богу, служили свою роль, например, даже в 16 веке, почему? Потому что, ну, например, северные народы, многие, которые включались в состав России, они же были язычниками, например, там район Колы, Мурманска, вот это, да, Лобь, там, так называемые финские племена, которые были, их нужно было обращать, и вот, например, проповеди Климента Охридского, который такую же роль играл, в Македонии она была такой, гористая страна, и тоже там было очень много язычников, очень трудно, так сказать, распространялось крестьянство. Климент Охридский, смотрите, умер в 1916 году, но нет такого распространения его культа, как Иоанна Рильского, потому что Иоанн Рильский это свой народный, это пастушок, очень много легенд, вообще такое количество легенд о нем создано в фольклоре, что, ну, можно сравнить, пожалуй, только с самым сербским, в общем-то, целый томик таких, да, фольклорных легенд об Иоанне Рильском, но только вот у Савы Сербского тоже такое огромное количество легенд о нем. В основном, конечно, такие легенды вот говорят о том, что это наш человек, это свой человек, он близкий, он не говорит там с епископской кафедры, а он, ну, вот он рядом всегда, потому что это пастушок, пастушок, которого взял там богатый человек, пасти корову, так говорят фольклорные легенды, пасти корову, корова взяла, да, и на другой берег реки Стромы переправилась, а там еще ко всему же и отелилась, и когда действительно Стромы разбушевались, горные реки, они действительно иногда вот так разольются водой, что перейти невозможно, собьет, унесет, обезобразит тело, неименуемая смерть, вот, Иоанн, и пастушок, Иоанн, конечно, Иван, он возвратился к своему хозяину и говорит, так, так вот, не могу переправиться, он говорит, ты должен иначе, ну, пришлось Ивану, конечно, как-то выходить из положения, и вот Иван, простой пастушок, он идет, он взял свою абу, это такая рубашка крестьянская была, бросил ее, сотворил молитву, она надулась, как кожаный мешок, и он спокойно переправился вот на этой своей обе, на другой берег, и переправил потом назад по молитве, опять-таки, к посуху, и теленочка переправил, и корову переправил, а хозяин, который прятался, в общем-то, он увидел все это, он решил, как же выйдет пастушок из положения, он, конечно, понял, что это божий человек, и поэтому, ну ладно, одна легенда говорит, что он отдал теленка, а другая говорит, что нет даже, ну он просто, просто прогнал его, потому что, действительно, ну опасно быть рядом с таким человеком, а вот другой легенде говорится, нет, что теленок, конечно, ему достался, он был красивым, пятнистым, шарко, как говорят болгары, пятнистые, и вот этот теленок потом в Вала вырос, да, вот именно этого Вола он и взял, и Анрильский потом, и опять-таки, много легенд по поводу вот этого единственного Вола тоже существует, вот, и других много-много легенд еще тоже, и то, что якобы и Анрильский, ну, была такая легенда, когда его пытались как-то и высокий сан возвести, да, по крайней мере, сделать из него воина, что Иоанн Войвуда, такая легенда возникла в Македонии, это Кратовская область, вот, что он был даже в войсках царя Симеона вместе со своими учениками, Гавриил Лесновский, Прохор Пчинский, и Акима Саговский, это тоже отшельники, что якобы они были там вместе при осаде Константинополя, но вот хитрые, лукавые византийцы, они дали откуп Симеону, Симеон снял осаду, и настолько были возмущены этим и Анрильски, вот, что он удалился, бежали, они как бы стали дезертирами, бежали они, он бежал вместе со своими учениками, и вот они якобы основали Ирильский монастырь, а потом, соответственно, его, действительно, эти анахареты, отшельники, они существуют, и каждый из них основал монастырь, но, конечно, они не имеют отношения к Анрильскому, но я не буду тоже говорить, это другая история, речь идет лишь о том, что иногда вот пытались и возвести, и Анрильского какой-то високий сан, но это единственный случай, в основном, конечно, он как пастушок, как простой крестьянин, как доступный одновременно духовник, сотворяющий чудеса, его слово действительно очень много весит, и, конечно, ни в коем случае Анрильского нельзя обижать, потому что одного его слова бывает достаточно, чтобы жизнь людей могла перемениться, но вот очень много существует таких легенд, когда я говорил вам, что и Анрильский много передвигался, и вот он идет и просит, конечно, как обычный нищенствой человек, в общем-то, ему нужно как-то чем-то где-то подкрепиться, раз он не врили, раз он идет через какие-то деревни, конечно, он испытывает и жажду, конечно, ему тоже хочется и есть, и, например, проходил он через деревню Куварица, там попросил он дать хоть что-нибудь ему, и его и ему отломили ломоть хлеба, он благословил его и с тех пор в селе Куварица хлеб лучше всего, самый вкусный, или, например, в Курилово, там он был, испытывал жажду, ему дали арбуз, удалить жажду, и в Курилово арбузы теперь самые сладкие, вы знаете, я был, могу это подтвердить, потому что я хорошо знаю Болгарию, много ездил, но пробовал на рынке иногда, и мои знакомые именно спрашивали, откуда, откуда, а вот это из Курилова арбуза, действительно сладкий, я не знаю, всегда ли, но исключительно был сладкий арбуз, или, например, дали ему в селе Требич, поднесли ему даже вина крестьяне, и с тех пор в селе Требич вино самое вкусное, могу свидетельствовать, был там, меня возили мои болгарские друзья, притом случайно, не просто специально, что подготовили, домашнее вино, отменнейшее, ну, а бывают такие, что не только благословения, а бывают и проклятия, потому что, ну, вот, например, в одном из сел, когда он был, село называлось Кладница, он попросил, шел мимо Нив, крестьяне ни зернышка, ему не дали ничего, и тогда Иван Рильский, склонив голову, прошел мимо селян, и потом сказал, что Кладница, гладница, и с тех пор хлеб в этом селе почти не родится, и голодают крестьяне. Вот такое, то есть Иоанн Рильский, Иван Рильский, он действительно мог и наказать своим словом, особенно много доставалось, конечно, еще и птицам, они постоянно выдавали его местонахождение, например, сороки, он тоже, когда он был, например, на Витоше, гора Витоша, она расположена рядом с Софией, они без конца выдавали место его нахождения, то есть он сооружает свою хижу, хижину, собирается там жить, читает молитву, а сороки трещат, трещат, и, конечно, идут туда люди, потому что, ну, явно там что-то чем-то там, что-то там такое происходит, и действительно, Иоанн Рильский, он, Иван, проклинает сорок и в том месте, где он обитал, больше сорок и не появляется. То же самое и с гаргами, например, ну, тоже такие красные утки, они тоже, вот тоже пакостили без конца, выдавали его местонахождение, он же все-таки сторонился от людей, он анхаред, вот тоже, они во многих местах, ну, никак, где-то рядом, там, в трех километрах огромное количество в этом месте, ну, и не знаю, как будто невидимая граница существует, которую они пересечь не могут. Ну, и много-много другого я бы еще вам мог рассказать о бывании рельсов, это распространение его культа, времени, как он распространялся, я говорил, что это было его культ, он существует и в Сербии, и на Афоне, и в Молдавии, и на Украине, и на Руси, есть свои вехи распространения этих культов, есть изображение Ивана Рельского тоже, тоже о том, как они распространялись, где появились, при каких обстоятельствах, чрезвычайно интересные, например, или храмы Анарильского строились, как на Руси, потому что в московском государстве, в России, прошу прощения, на Руси, конечно, на Руси не появлялись. Храмы в древнейший период, существуют только легенды об этом, а главным образом все-таки это вот XIX век, ну, и XVIII тоже, XVIII-XIX век, очень много связано с именем Иоанна Кронштадтского, который вот родился, болел, и родился он как раз в день Иоанны, в день памяти Иоанна Рельского, 19 октября. Родители не надеялись, что он выживет, они молились Иоанну Рельскому, и Иоанн Кронштадтский действительно выздоровел, он стал здоровым мальчиком, прекрасным проповедником, и он всегда чтил Иоанна Рельского, и именно много церквей было построено, не просто каких-то часовин, а именно церквей, вот, было построено благодаря инициативе Иоанна Кронштадтского, вот, ну, например, в городе Сур, где он родился, потом был построен храм, вот мы как раз его видим здесь, это Николаевский женский монастырь, Иоанновский женский монастырь, вот, в котором был потом погребен сам Иоанн Кронштадтский, он в честь Иоанна Рельского, вот, а замечательный храм явно в своей подсказке, я, к сожалению, не взял с собой изображение, его нет в интернете, это храм в честь Иоанна Рельского, который был построен в Архангельске в 1899 году, но это его можно назвать таким восьмым чудом света, это, представьте себе, такой вот теремок деревянный, построенный в конце XIX века без единого гвоздя, ну, вот такой шатровый, представьте себе, шатровый церковь с крыльцом таким высоким, да, с покрытой кровом, с колоннами, но он, конечно, он был построен на набережной, этот храм в 1899 году, явно тоже по, вот, по по подсказке, в общем-то, по настоянию, может быть, даже Яна Кронштадтского, и он занимал центральное место на набережной, там набережная вообще была прекрасная в XIX, в начале XX века, потому что там в одном месте, там, ну, представьте себе огромную бухту, в котором может поместиться до тысячи кораблей, огромное количество приезжих, купцов заморских, там таможня, там администрация, там склады, и там были три храма возведены, это был лютеранский храм, это была синагога, и это был, вот, в центре находился храм Иоанна Ирильского, который занимал главенствующее место, то есть сразу на него обращали внимание, ну и, конечно, вот, иностранцы, конечно, чудились, они спрашивали в честь кого, что это, как это построено, потому что архитектура вот древнерусская, это стиль XVII века, он появился, шатровая архитектура, это же, в общем-то, необычно для глаза, они не видели никогда такого, вот, но, к сожалению, не сохранился этот храм, только вот чертеж его сохранился, вот, который я вам, к сожалению, не смог сейчас привести и показать, но храм, почему он этот не дошел до нашего времени, гонение в 20-е годы, особенно после смерти Ленина, то есть началась вот такая жуткая, конечно, борьба с топиумом народом, борьба с церковью, и снесены были, снесены были, к сожалению, храмы, если бы восстановили, конечно, этот храм, ну, вряд ли для него даже есть место, но как-то построили его, где-то, может быть, даже в сторонке, это было бы чудесно, ведь построили же дворец Алексея Михайловича в Колуменском, он же стоял не на том месте, тоже восьмое чудо света, да, он же стоял рядом, рядом с храмами, которые там при входе, все увидели, расположены, да, рядом с палатами, рядом с воротами, то есть прямой переход был просто из этого дворца огромнейшего, огромное, огромное сооружение по тем временам, вот, вход через него был и в Зимнюю церковь тоже, которая расположена там, но поскольку место было уже занято, его перенесли, так бы могли, конечно, и храмы Иоанна Рильского тоже, может быть, и в Архангельске где-нибудь в сторонке вот восстановить, и это было бы чудесно, на мой взгляд. Ну вот, если у вас есть вопросы... Игорь Иванович, спасибо вам большое за рассказ, очень подробный и интересный. Ну, наверное, я все лимиты. Ну нет, вообще не все, все хорошо. Игорь Иванович, у нас в интернете вот сейчас вопрос возник, спрашивают зрители, какое отношение имеет город Рильск к Ивану Рильскому, имеет ли? Вы знаете, я вам скажу, конечно, это легенда, которая поддерживается, особенно краеведами Рильск. Город Рильск расположен в Курской губернии, он располагался с Курской области. Вы знаете, мне кажется, что абсолютно никакого. Вот согласно легенде, якобы легенда такова, что якобы... А еще в период раннего средневековья часть рильцев бежала на Русь и якобы вот они культ Иоанна Рильского перенесли с собой на русскую землю. Почему эта версия, на мой взгляд, недопустима? Ну, вы знаете, вот представьте себе, что собирается город назвать в честь какого-то святого, да? Иоанн Рильский, как мы назовем город? Иваново. Ивангород, Иваново, конечно, но разве мы можем по месту обитания святого, по месту его подвижничества, его духовных подвигов называть город, да? Это все равно, что назвать Александр Невский, вот назвать Невский город, вместо того, чтобы сделать Александров или Александровск, да? Вот это первое. Второе, конечно, это то, что, но если бы действительно монахи туда пришли, Рильские, то действительно они принесли бы с собой хотя бы дату успения, допустим, Иоанна Рильского, ну, наедведь такого, то, что проникло на Русь, это главным образом, это главным образом, конечно, память Иоанна Рильского, это 19 октября, а это дата перенесения мощей Иоанна Рильского, Телесии Иоанна Рильского из средца фтырного, да? Вот. Так о чем тогда может идти речь? Каким образом? Они же должны были что-то принести, наверное, в собой, какие-то письменные памятники? Нет ничего такого. Поэтому, на мой взгляд, это такая легенда, которая основана чисто на звуковом совпадении и потом уже все оттуда и пошло. То есть, даже реку Сейм, на котором находится этот город, тоже в реку Рылу переименовали. Кстати, это очень неблагозвучно. Иоанн Рильский, так как у нас произносится, все-таки, наверное, нужно говорить Рильский, на мой взгляд, потому что существует Рила Планина. Болгары говорят Иоанн Рильский. Ну, а касательно вот дождества вот такого якобы Рильский, Анрильский, ну, здесь, вы знаете, это очень часто возникают города в различных концах славянского мира, которые имеют одинаковые названия. Ну, вспомните, например, такой Белгород, который расположен, да, наш, один Белгород, существует другой Белгород, уже Молдавский Белгород, Приднестровский, существует сербский Белгород. Понимаете, это чистое вот такое, это общая как бы славянская топонимика, не имеющая никакого отношения к Анарильскому. Спасибо, Игорь Иванович, за ваш ответ. Я думаю, сейчас мы перебьемся на музыкальную паузу, потому что трио славянские напевы в сокращенном своем составе до двух человек сегодня подготовил небольшие песнопения на болгарском, на славянском языке в основном, но в болгарской традиции музыкальной, посвященной святому Иоанну Рильскому или Рильскому, как Игорь Иванович нас поправил. Нет, я бы сразу вот в этой связи, поскольку вы поправились, я бы спросил, так сказать, болгарские песнопения, то есть какого времени эти болгарского песнопения, поскольку, вы знаете, в основном-то болгарская нотация, вот, балканская, она не сохранилась, в основном-то через русскую традицию даже идут, и многие просто через нашу, через нашу криковую нотацию просто идут. И, конечно, нельзя не исключить устную традицию, потому что она устным путем могла передаваться на Русь, через Афон могла, через Болгарию передаваться, а уже потом могла быть запрещена, когда вот появилась русская музыкальная нотация 17 века. Поэтому вопрос, он немножко не такой простой, болгарские, это не... Возможно, болгарские, но в музыкальной нотации, обрядча, так сказать, свое существо, все-таки именно на территории Московского Благодарства России. Да, такое небольшое точение? Анна Михайловна, прошу вас, тогда попробую сразу ответить на этот вопрос. Мне кажется, лучше сразу микрофон. Хорошо. Добрый вечер. Дорогие наши зрители, я хочу еще раз поблагодарить Типа Ивановича за такой фундаментальный рассказ, очень интересный рассказ, конечно же. И мы подумали, невозможно не проиллюстрировать это музыкальными примерами. Но, безусловно, те песнопения, которые мы будем петь, они будут исполнены в болгарской музыкальной манере, в манере исполнения с соном, когда нижний бас, он тянет звук, а верхний голос поет саму мелодию. Это, во-первых. и, во-вторых, конечно же, в этой музыке будут наблюдаться вот эти связи, связи русско-болгарские, потому что, разумеется, что эта служба, которую мы будем петь, служба на день успения святого Иоанна Рыльского, вот Игорь Иванович говорил, что действительно есть несколько служб, мы сейчас воспроизведем как раз-таки песнопения на успение Иоанна Рыльского, они были написаны патриархом Неофитом, это 70-е 80-е годы 20-го века, патриарх Неофит, он был регентом долгое время, он был протопсалмом в Софийской, в храме при Софийской духовной семинаре, и он прекрасно знал русский язык. И, кроме того, хорошо знал традицию устную, как болгарскую, так и русскую, вот на основе множества записей, в том числе вот в своей его рукописи написано, допустим, запись сделана по мотивам патриарха Ефимия, и вот он это записывает. Собственно, на его материалах мы и основывались, и сначала хотели бы пропеть тропарь святому Ивану Рыльскому, тропарь это тот жанр, в котором излагается кратко особенность того или иного праздника, его литургическая такая подоплека. Вот тропарь начинается словами, опять вы сейчас услышите, именно церковно-славянский текст, не болгарский, покаяние, основание, прописание, умиление, явился Иси, то есть святой Иоанн, как образ покаяния, как образ умиления, как образ утешения больных, страждущих. Аминь. Аминь. Покаяние, основание, прописание, умиление, Образу тешения духовного совешения, Родно ангелом, детей Твоей, Бысть преподобней. В молитвах кубу и пощених, И в слезах пребывая, О чьи, о Анне, Моли Христа Богом, О душах наших. Следующее песнопение – это стихи Рономалой Вечерней. Патриарх Неофит пишет сверху Малка Вечерня Святому Ивану Рильскому, но слова будут опять же на церковно-славянском и с использованием исона, то есть нижнего голоса баса. Придите православных соборей, Духовне возрадуемся днесь. И держим, мол, да мудрый он, В память свою собрал, И есть к нему бьющим. Радуйся, пустынная красота И ангелом соседичьим, Радуйся, Рыльская похвалом, И по дорогам сокраждане. Не предстай, моляся, Христа Богу, Христа Богу, О, иже верою и любавию, Почитающих пресно честную, И всех праздную память твою. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ну, точнее, как авторство. Мы знаем, что он это записал. В том сборнике, который мы использовали при подготовке, там какие-то песнопения он записывал с голоса монахов в каких-то монастырях. То есть он именно собирал это. Мы его можем назвать автором, потому что все-таки он собрал, записал некоторые песнопения. Например, Цветилин, Радуйся, пустыня Рыльская, она встречается у нас в русской службе. Она не записана подобным напевом. Отсюда следует, что все-таки его творчество, тем более написано «Глаз второй жены услышится», но все-таки поется, исполняется несколько по-другому. Радуйся, пустыня Рыльская, веселиться иноку со славием. Придите все верни, врагу обступивши преподобного, Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Песня оврожая воспитания. Ну и теперь мы переходим уже к русским стихирам, стихирам, которые написаны нашими распевщиками на церковно-славянском языке, конечно же. Анна Михайловна, мне кажется, мы особо не успеем. Давайте одну стихиру споем. И потом гимн тогда, да, очень такой. Вот это она, это самое, это такое красивое. Это у вас лучше будет, очень хорошо. Давай. Разума светлостью украшался, И заповедьми божественными просветив душу Твою, От ленных и мимо текущих не брег вне си, И землю земными оставил вне си, В пустынях же житие звали вне си, И Христа почти всех возлюбил вне си. И от непреблаженье его же молитвей, Да спаси души наши, о милосердь. Ну и в заключении вы услышите хвалебную песню или гимн Святому Иоанну Рыльскому, Теперь же на болгарском как раз таки языке, И написана она композитором Петром, Как Игорь Иванович делает правильное ударение, Петром Диневым. Слова священника Христа Филаретова. Это начало XX века. Или конец XIX даже, может быть. Слова священника Христа Филаретова. Быстро подробно, сейчас прошу. Допрославив песни Рыльский освятитель, Камо чудесни наший покровитель, Очи Иоанне болгарска утехо, Православно з нами целий-целий десять века, Очи Иоанне болгарска утехо, Православно з нами целий-целий десять века, Боди погровитель на всички славянь, Очи Иоанне болгарска утехо, Кампривоз мечтань, Очи Иоанне болгарска, Утехо, православно з нами целий-целий десять века, Очи Иоанне болгарска утехо, Православно з нами целий-целий десять века, Допрославив песни Рыльский освятитель, Камо чудесни наший покровитель, Очи Иоанне болгарска утехо, Православно з нами целий-целий десять века, Очи Иоанне болгарска утехо, Православно з нами целий-целий десять века, Ам. Ам. Так, ну что у нас по времени-то вообще? Тогда мы с трансляцией прощаемся. Всем нашим зрителям желаем доброго вечера. А с теми, кто у нас присутствует оффлайн, можем ещё немножко поговорить, если есть вопросы. Если есть вопросы Игорю Ивановичу или к нам, мы все открыты для разговора.